Тысячи российских военнослужащих погибли в вооруженных конфликтах на территориях других стран. Многим война сломала жизнь. Но солдаты с честью выполняли свой долг. 15 февраля мы вспоминаем тех, кто вернулся с чужбины в цинковых гробах. И тех, кто прошел через горнило локальных войн и сегодня живет рядом с нами. В нашем следующем сюжете участник Афганской войны вспомнит, как 30 лет назад 18-летним мальчишкой он оказался в Кабуле с ружьем в руках. Виктор Малов – уроженец Вологодской области. 21 декабря 83-го в составе 181-го горнострелкового полка попал в Кабул. И хотя на тот момент война в Афганистане длилась уже четвертый год, 18-летние бойцы понятия не имели, что их отправляют в места боев. Мы не представляли вообще ничего про Афганистан. Не, но война-то уже в 79-м году шла. Конечно, но тема закрыта была. Они где-то ничего не говорили, абсолютно ничего неизвестно было. Абсолютно об этом. У нас, по крайней мере, еще цинковых гробов я не видел, не слышал об этом ничего. У нас на родину, где я там образовался, такого не было. То есть мы не представляли ли все реальные картины абсолютно. И вас никто не спрашивал вообще желания, да? Нет. Посылали все, вы обязаны ему, да? Да. У нас просто построили перед отправкой уже в Ашхабаде. Назвали специальности, по которым можно было в союзе остаться. Но никто не остался. Все пошли в Афган. С суровой правдой жизни новобранцы столкнулись сразу же при высадке с вертолета в Кабуле. Дембеля, у которых в этот момент шла отправка домой, показали молодым салагам жест у шеи, мол, вешайтесь, ребята. С самого начала была суровая правда. Ну, дедовщина была со всеми депрячьим последствиями. Вот. Наркотики. Все там было. Все там было. Агонисты, на чудес, проговорится. То есть много там посажившихся на наркотики до наших солдат? Да, да, да. Поначалу вообще. Героинчиков было очень много. На гире сидели. Потом и вели их всех. В составе полка, где служил Малов, было два батальона. Один охранял дорогу, а полк, в котором был Виктор, постоянно воевал. Вначале шла разведка, и за ней выдвигались или на вертушках, или на броне. Ходили в ущелья и в кишлаки, но в основном вели бои в горах. Такой особой подготовки для введения боя не было в горах, да? Нет, нет. То есть вы там все познавали уже на... Конечно. У нас ничего не было. Никакого снаряжения горного не было. Ничего. И что, чувствовали у нас всегда, как дети, да? Вот что? Да, да, тем более с полной боевой выводкой. Грузак-то килограмм под 40. Еще с ним подниматься в горы, это врагу не поживаешь. Страшно, кошмар просто. Плечи были натерты до крови от лямок. Давление помыли, там кровь из души, из носа шла, когда в горы поднимались. Жутко, конечно, сейчас поднимается. В роте погибало очень много товарищей. Бывало, что с боевого задания возвращалось всего 15-20 бойцов вместо 120. Виктор, вероятно, родился в рубашке, так как оделся двумя ранениями в ногу. Первое ранение я получил в июне 84-го года в Кишлаке. Там просто нашим нужно было товарищей вытаскивать раненых. И мы к ним уже так близко-близко были, а духи просто-напросто врезали из гранатомета в нашу сторону. И просто осколками посекло, маленечко ноги. Мы с товарищем там с полей ребят вытащили. Потом оказалось, что у него вступление ранения, у меня ведра ранения. Мы даже пока не почувствовали этого, честно говоря. Потом уже мы цамбат, ранили бакрамм, осколки доставали. В общей сложности в Афганистане пробыл два года и полтора месяца. Самые страшные минуты, как вспоминает Виктор, были в последние недели перед отправкой домой. Когда дембель уже на носу отправляет на боевые, не знает, что там тебя ждет. А вернувшись домой в начале 86-го года, вначале не узнал свою родину. Мы даже пришли в другую страну совершенно. Я призывался при Черненко, а пришла уже перестройка. Горбачев, мы там смотрели программу «Время», мы не понимали, что в стране происходит. Талоны какие-то, что-то с талонами, мы не могли понять вообще, что это такое. Мы там смотрели программу «Время», когда случалось иногда, 9 часов по московскому. Мы не могли понять, что в стране происходит, что за талон. Мы вообще не знали. Мы пришли домой, но в другую страну совершенно в 86-м году уже, в феврале. Тяжело было. Да, тяжело, конечно, было привыкнуть. Через некоторое время переехал из Вологодчины в Кандалакшу. Работал на стройке. Руками Виктора Малова сдвигались здания ЦРБ, Казахского профилактория и много жилых домов. Также и этот дом, где афганец получил квартиру и сейчас живет счастливо со своей второй половинкой, человек, у которого война за плечами.